Дарья Сударева 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 три автомобиля с разнообразной продукцией. Желающих приобрести натуральные местные продукты по выгодным ценам оказалось много. Люди приезжали со всех районов города. По подсчётам Министерства агропромышленного комплекса ярмарку посетило 16 тысяч человек, а первые покупатели начали собираться к 6 утра. «Тот у нас проект по развитию кооперации и малых правхозяйственных, соответственно, на сегодняшний день показывает уже свои результаты. Те в рамках поддержки малых правхозяйственных и начинающих фермеров, и семейных жертвонавческих ферм, в том числе и агростартап, дают уже положительный результат. Мы видим, как активно принимают участие в этой сельскохозяйственной ярмарке крестьянско-фермские хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы». Большим спросом у населения традиционно пользовались овощи, мясо, молочные продукты. Все цены регулировались профильным министерством, а качество продуктов проверяли сотрудники ветконтроля. Всего в этот день наторговали на 12,5 миллионов рублей. Пожилые люди и инвалиды могли воспользоваться услугами доставки и социального такси. На Ульяновской эспланаде посадят ели из Волгограда за 5 миллионов рублей. По итогам всех прошедших исследований принято решение заменить 22 ели на эспланаде между площадью Ленина и Соборной. Из 24 деревьев признаны годными только две ели. Одну елю уже снесли, остальные заменят до конца новевря. Ремонт в здании музея мемориала Ленина начат в июне. Сейчас идут работы по демонтажу, мраморных плит с фасада колонн и ремонт кровли. Начата и облицовка фасада. Предстоит провести противоаварийные работы по замене инженерных систем и сетей, ремонт малого зала и внутренних помещений. Губернатор Ульяновской области осмотрел стройку и провел заседание оргкомитета по организации празднования юбилея вождя мирового пролетариата в 2020 году. Павел Половов подробнее. В ноябре 2018 года по инициативе губернатора Сергея Морозова и при содействии политических партий на заседании комитета Государственной думы по бюджету и налогам были внесены поправки в бюджет. Тогда на ремонт Ленинского мемориала было выделено более двух миллиардов рублей. С тем, как осваиваются деньги, губернатор ознакомился лично в минувшую субботу. Там вот сейчас отливают, уже выставляется дальше следующий этап, следующие захватки по подвесным потолкам, то есть опалубка ставится. Специальными насосами туда будет подаваться ростнов. Ну, естественно, все делается новое. И, естественно, все делается ровно. Работы в здании мемориала начаты еще в июне текущего года. У здания много проблем. Сильно изношен металлический каркас здания, местами разрушился кирпич внутри стен. Однако, по уверению строителей, это не смертельно для здания. Ремонт может быть успешно проведен. Губернатор обратил внимание собравшихся на важнейшие аспекты подготовки к празднованию 150-летия со дня рождения вождя мирового пролетариата. Итак, первое. Закрепление и продвижение статуса Ульяновской родины Ленина. И соответствующее повышение международного российского признания региона как музейного, историко-культурного, туристического центра, связанного с именем Владимира Ильича. По поручению губернатора подготовлен реестр памятников Владимиру Ильичу Ленину, подлежащих реконструкции или реставрации, с указанием суммы, необходимой для ремонта. Кроме того, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» Ульяновская область должна увеличить объемы туристического потока до 2 миллионов человек. Будущий праздник вождя – хороший повод этого добиться. Кроме того, это повод добиться консолидации в обществе. Лидер коммунистов России с этим согласен. Поверьте, нет на планете места, где его имени бы не знали. Владимир Ильич Ленин был не только грандиозным теоретиком марксистско-ленинской теории, он был и практиком. Ведь как руководитель советского государства, фактически все основы будущего строительства великого советского государства заложил Владимир Ильич Ленин. От индустриализации и плана ГЛРО до всех социальных вопросов. В 2020 году опорным проектом к юбилею станет второй международный форум историков, архивистов, культурологов, посвященный юбилею Владимира Ильича Ленина. Кроме того, в регионе подходит к концу окончательный срок приема документов на соискание губернаторской премии имени Ленина в размере 1 миллион рублей. Премия присуждается как одному лауреату, так и коллективу за выдающийся в склад в исследования в области гуманитарных и общественных наук. Или за творческие достижения в литературе и сфере искусств, способствующие прорывному социально-экономическому развитию субъекта. Заявки для участия с материалами принимаются по адресу Ульяновск, Соборная площадь, дом 1, кабинет 424, управление по общественным проектам администрации губернатора. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 58 91 73. Павел Половов, Юрий Конихин, Новости Улл Правды ТВ. О точечной или, как теперь принято говорить, уплотнительной застройке говорят много. Противники против изменения облика давно обжитых пространств. Сторонники отмечают, строить и жить надо там, где уже есть необходимые коммуникации и инфраструктура. В Ульяновске губернатор провел совещание, посвященное вопросу гармонизации застройки. Примирить всех, по мнению собравшихся, должен диалог между строителями, властью и обществом. Градостроительная политика в первую очередь должна учитывать современные требования общества и быть направлена на повышение качества жизни населения. Благодаря поддержке губернатора Сергея Морозова Министерством строительства и архитектуры завершается работа по переформатированию градостроительной политики в регионе. Еще в начале года было дано поручение губернаторам проанализировать всю нормативную документацию на сегодняшний день и те аспекты градостроительной политики, которые именно мешают и являются таким раздражающим фактором, который очень волнует население. То есть в тех или иных дворах появляются какие-то объекты, жители против, то есть не согласовывают, не общаются. Профильное министерство сделало анализ особо раздражающих населения факторов градостроительства и создало план действий, каким образом нужно гармонизировать застройку, чтобы интересы города и жителей не вступали в конфликт. Вырубка старых кустов, как, например, это сделано на Пушкинской 11, не дает покоя зеленым. Однако те, кто живет рядом, давно хотели бы приведения в порядок заросшего и пустынного островка. Кому-то не нравятся возникающие новые здания в историческом центре города. Обсудить все за и против с людьми и выработать общее решение по всем подобным случаям предлагает губернатор. Мы территории, которые всегда уделяли большое внимание градостроительной политике, в целом вопросам архитектурного облика совсем скоро мы начнем огромную дискуссию о конкретных уже мерах получения облика Ульяновской области в 20-м, 21-м, 22-м годах, потому что проект бюджета уже внесен в законодательное собрание. Понятно, что это еще раз проект. Работа в этом направлении позволит решить проблемы, связанные с точечной застройкой. Практика показывает, что пренебрегать ею в пределах крупных городов нельзя, однако при строительстве необходимо учитывать мнение жителей. Для развития региона важно строить бизнес и жилье там, где это не требует дополнительных затрат по созданию коммуникации и инфраструктуры. Поэтому заполнение пустых мест в центрах Ленинского, Засвияжского, Железнодорожного районов – важная составляющая экономического роста. Место не должно пустовать, когда оно может принести деньги. Павел Половов, Юрий Конихин, Новости Улправды ТВ. 300 детей в Ульяновской области сегодня стоят на учете по сахарному диабету. В конце сентября беспокойные родители забили тревогу. В аптеках лекарств нет, рецепты выписываются не по правилам. За помощью обратились к властям. Как обстоят дела сегодня, узнавала Рината Алиулова. Ситуация с поставкой инсулина в Ульяновской области решена. Дети, получающие лекарства по федеральной льготе, в полной мере им обеспечены. Так заверяют в региональном Минздраве. Напомню, в конце сентября беспокойные родители из сообщества «Диосвет» обратились за помощью к депутату законодательного собрания Ульяновской области Сергею Шерстневу. Со слов вам детей диабетиков, использующих инсулиновые помпы, они ни разу за свое время не получали препарат, а также расходные материалы. Покупать в жизни на необходимые медикаменты всегда приходилось на свои деньги. А это минимум 10 тысяч рублей в месяц. 21 сентября положенный по закону «Лантус» появился в аптеке номер 127 Ленинского района Ульяновска. Обеспечиваем детские рецепты, именно детские, прикрепленных наших поликлиник, по текущим рецептам, по действующим. Обеспечили сентябрьские, сейчас начинаем обеспечивать октябрьские. Как заверяют в Минздраве, основной причиной серьезной проблемы стала перерегистрация цены препарата. И для нивелирования данной ситуации министерством были заключены прямые договора на сумму 894 тысячи рублей для обеспечения данной категории детей инсулином «Гларгин» или, как он по-другому называется, «Инсулин Лантус». На днях будет заключен контракт, который должен обеспечить бесперебойную поставку инсулина до конца года. По тест-полоскам и по другим расходным материалам тоже сейчас мы проводим закупки. И тест-полоски также для обеспечения бесперебойного. Детишек были закуплены премиум договорами, поэтому в настоящий момент они имеются. В министерстве приступили также к закупкам препаратов и на будущий год, чтобы исключить возможность дефицита. Вновь. Ульянск стал первым городом в европейской части России, для которого одобрен переход к ценовой зоне теплоснабжения по методу «Альтернативная котельная». Переход начнется уже с 1 января 2020 года. Пока же проходит большая информационная и разъяснительная работа с физическими и юридическими лицами. С 9 августа 2019 года в областном центре стартовал переходный период ценовой зоне теплоснабжения по новому методу «Альтернативная котельная». Это специальная формула расчета цены на тепловую энергию, от которой выигрывает в первую очередь потребитель. Главные плюсы в том, что устанавливается фиксированный тариф на долгосрочный период и справедливая цена за качественную потребленную услугу. Кроме этого начинает работать единая теплоснабжающая организация, а значит и единый центр ответственности. «Для организации это плюс, потому что сейчас будет единый тариф для всех. У меня как и плюс обслуживается, так и теплоком. Единый тариф мне будет намного выгоднее, это будет все понятно, ясно считать, даже лимиты планировать на следующий год». Новая модель рынка заработает с 1 января 2020 года. К этому моменту всем коммерческим и бюджетным организациям нужно серьезно подготовиться. Необходимо до 11 октября 2019 года направить в адрес ульяновского филиала «Энергосбыт плюс», являющимся агентом ПАУТ «Плюс», заявку на заключение договора теплоснабжения. На днях руководство филиала организовало встречу с представителями областных министерств и правоохранительных органов, чтобы разъяснить руководителям их дальнейшую работу с подведомственными учреждениями в плане организации теплоснабжения с нового года. «Для нас это все новое, все новое, понятно, вызывается на много вопросов, поэтому мы проводим разъяснительную работу. Сегодня прошла встреча с бюджетными организациями, у нас их больше 300 в нашем городе, которые получают тепловую энергию от ПАУТ «Плюс». Конечно, приоритет это будет увеличение качества предоставляемой услуги и контроль за качеством предоставляемой услуги со стороны наших клиентов, со стороны нас, прежде всего, как поставщиков услуги по отоплению горячего водоснабжения». Получить консультацию по порядку заключения договоров, предоставить заявку и документы для заключения договора теплоснабжения, а также подписать договор теплоснабжения, можно в офисе продаж и обслуживания клиентов Ульяновского филиала «Энергосбыт Плюс» по адресу город Ульяновск, улица Промышленная, дом 5. Дополнительные вопросы можно задать по телефону организации 21 40 15 с 7 до 19.00 ежедневно или на официальном сайте «Энергосбыт Плюс». 8 октября столбик термометра резко упадет вниз. Внезапное понижение температуры связано с прохождением холодного фронта Южного циклона. Температура днем за окном понизится на 4-6 градусов ниже климатической нормы и составит 8 градусов тепла. Ветер западный – 6-10 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням на телеканале Уллправда ТВ 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале уллправда.ру. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Всех!